Привет, ребята! Добро пожаловать в Зерделя! Сегодня сначала я бы хотела представиться. Привет! Hello! My name is Asil. Меня зовут Asil. And what's your name? А как тебя зовут? Хорошо. And I'm 26 years old. Мне 26 лет. And how old are you? А тебе сколько лет? Окей, well done. And I'm an English teacher. Я учитель английского. And what do you do? А ты чем занимаешься? Yes, you're right. You're my student. Да, ты мой студент. Хорошо. Следующее. I like oranges. Мне нравится апельсин. And what do you like? А тебе что нравится? Хорошо. Молодцы, ребята. Well done. Excellent. Итак, сегодня, ребята, я бы хотела объяснить вам первую тему книги Get Ready One. Итак, готовы? Are you ready? Поехали. Итак, сегодня наша первая тема, ребята, singular and plural nouns. Существительные в единственном числе, singular, и во множественном, plural. Итак, вот смотрите, ребята, singular, единственное, plural, множественное число. Итак, у нас boy. Boy. Это мальчик в единственном, правильно? А вот у нас идут boys, мальчики во множественном. Дальше. Girl. Это девочка. Вот у нас идут девочки. Girls, plural, правильно? Дальше. Pencil. Это карандаш. Это у нас pencils, карандаши во множественном. Правильно, ребята. Итак, сначала я бы хотела объяснить вам, что такое singular nouns, то есть единственное число. Это, ребята, only one person, только один человек. Only one place, одно место. One thing, одна вещь, or idea, или идея. Итак, смотрим на примеры, ребята. Первое. One school. Одна школа. One book. Одна книга. One doctor. Один доктор. One orange. Один апельсин. И one house. Это у нас один дом. Вот это все, ребята, примеры на singular nouns. Единственное число. Хорошо. Итак, ребята, это у нас что? Да, правильно, это у нас pencil. Вы это уже знаете хорошо. Следующая. Книга. Book. Хорошо. Следующая. Pupil. Ученик. Итак, ребята, если заметили, перед существительными везде написано e. e-book, e-pupil, e-pencil. Итак, ребята, запомните, если существительные в единственном числе, то тогда мы перед ними всегда ставим артикль e. Запомните, хорошо? Итак, an apple. Почему здесь n, а не e? Ага, ребята, оказывается, если наши существительные начинаются на буквы a, e, i, o, u, на гласные, то тогда мы перед существительными ставим n, артикль n. Итак, смотрим. e-c. e-c это у нас яйца. Первая буква i. Это гласные или согласные? Конечно же, гласные. Значит, мы говорим n-e-c. Хорошо. Следующая. Orange. Orange. Первая буква o. Это гласные или согласные? Конечно же, гласные. Значит, мы говорим n-orange. Запомните, ребята, если существительные начинаются на согласные, мы говорим e, e-pencil, например. А если существительные начинаются на гласные, например, apple, то тогда мы говорим n-apple. Хорошо, ребята, запоминаем. Молодцы. Итак, сейчас я бы хотела объяснить вам множественное число. Это у нас будет plural nouns. Хорошо. Итак, plural nouns, ребята, two or more person, то есть это у нас люди, много, да? Places, места, things, вещи, or ideas, или идеи какие-то. Хорошо. Итак, смотрим сюда. Это у нас, вы уже хорошо знаете, книга. Книга у нас будет book. Но здесь у нас сколько? Раз, два, три. Three. Три книги. Значит, будет у нас three books. Хорошо, ребята, если заметили, когда существительные во множественном числе, всегда в конце мы добавляем окончанию s. s, значит, получается books, книги. Хорошо. Следующий у нас это table, а во множественном tables, six tables. Следующий это у нас карандаш. Их три, поэтому мы говорим three pencils. Three pencils. Хорошо. Следующий, ребята, это у нас кто? Правильно. Студенты во множественном. Значит, students будет. Хорошо. Следующий это у нас мяч. Мяч во множественном ball. Но так как здесь у нас во множественном, мы говорим balls. Balls. Хорошо. Следующий. Сумка. Сумка это во множественном bag. Но здесь у нас две сумки. Получается backs. Backs. Хорошо. Молодцы, ребята. Итак, сейчас я бы хотела еще объяснить вам, как вообще существительные в единственном числе меняются на множественные. Singular from plural. Итак, первое слово у нас table. Table это у нас стол. А во множественном, как вы думаете? Да, правильно. Мы добавляем окончанию s, получается tables. Tables. Хорошо. Следующий. Book. Book это книга. А во множественном будет, да, books, правильно. Следующий. Cats. Кошка. Во множественном. Cats. Yes, you're right. Следующий. Apple. Apple это яблоко во множественном. Мы говорим apples. Хорошо, ребята. Следующий. Girl. Girl это у нас девочка. Во множественном. Girls. Девочки. Правильно, ребята. Хорошо. Итак, сейчас я бы хотела проверить, насколько вы поняли тему. Итак, тут у нас написано, ребята, существительные в единственном числе. А вы должны мне сказать, существительные во множественном числе, как будет. Хорошо? А если написаны во множественном, наоборот, вы мне должны сказать singular, то есть единственное число, как будет. Хорошо? Итак, смотрим на примеры, ребята. Вот это у нас книга. Book. Единственное число. А если книги, мы говорим books. Давайте попробуем. Первый. Pen. Pen это у нас ручка. Во множественном. Pen с ручкой. Хорошо. Следующий. Dogs. Dogs это у нас собаки. А в единственном? Dog. Правильно, ребята. Doctor. Doctors. Правильно. Shirts. Что такое shirts? Да, это рубашки. А в единственном? Угу. Shirt. Правильно. Следующий. Pupil. Ученик. Значит, мы добавляем окончание S. Получается pupils. Хорошо. Следующий. Child. Child. Хорошо. Men. Men. Окей. Tooth. Tooth. Хорошо. Итак, ребята, давайте-ка сейчас проверим, правильно ли мы сделали или нет. Итак, первое. Pen pens. Правильно. Dog dogs. We are right. Мы правы. Doctor doctors. Угу. Shirt shirts. Правильно. Pupil pupils. We are correct. Правильно. Child. Childs. Что? Неправильно? Как это? Men. Men. Это тоже неправильно. Tooth. Это тоже неправильно. Как это, ребята? Мы же сказали, что добавляем окончание S. Ага. Оказывается, ребята, у нас бывают особые случаи образования множественного числа. Это у нас те существительные, которые не добавляются окончания S. Они меняются. Вот у нас, ребята, примеры. Первое. Child. Это у нас ребенок. А во множественном будет, ребята, вот children. Дети. Да. Foot. Это у нас нога. Ноги. Feet. Правильно. Men. Мужчина во множественном. Men. Правильно. Следующий. Mouse. Это мышь во множественном мыши. Не mouse будет, а mice. Хорошо. Следующий. Tooth. Это у нас зуб. Teeth. Зубы. Хорошо. Следующий. Woman. Это у нас женщина. Во множественном мы говорим women. Women. Это у нас женщины. Вот и все, ребята. Конечно же, вы должны запоминать эти слова. Хорошо? Окей. Тогда сейчас я бы хотела сделать с вами одно упражнение. Итак, тут у нас написано шесть предложений. Но у нас нету существительных. Сейчас по картинкам, ребята, вы должны найти существительных, единственных или во множественном числе. Итак, давайте. She is a. Кто она? She is a girl. Она девочка. Правильно. Дальше. They are. Кто они? Кто они? Правильно. They are students. Они студенты. Хорошо. Следующий. I am a. Кто я, ребята? Правильно. I am a teacher. Следующий. Azad and Aziz are. Кто они? Azad и Aziz. Правильно. They are friends. Они друзья. Хорошо. Дальше. Baby has five. У ребенка пять. Что? Ага. Зуб это у нас. Tears. А зубы во множественном. Правильно. Tears будет. Хорошо. Дальше. There are three. Там три. Это у нас что? Да, мышь. Это mouse. А во множественном кто знает? Кто помнит, ребята? Правильно. Mice будет. Хорошо. Well done, guys. Молодцы, ребята. Итак, напоследок я бы хотела с вами поиграть. Готовы, ребята? Are you ready? Поехали. Let's go. Итак, сейчас, ребята, по картинкам вы должны угадать. Это у нас singular? Существительный в единственном числе? Или plural? Во множественном. Итак, смотрим сюда. Это у нас кто? Princess. Правильно. Принцессы. Это singular или plural? Как вы считаете? Правильно, ребята. Молодцы. Это plural. Хорошо. Следующее. Batman. Batman. Наш любимый супергерой. Batman. Это singular или plural? Правильно. Это у нас singular. Хорошо. Следующее. Spongebob. Spongebob это... Я думаю, что это plural. Нет? Ага. Это singular. Правильно, ребята. Хорошо. Следующее. Spider-Man. Spider-Man. Сколько их? One, two, three. Значит, это у нас, как вы думаете? Правильно. Плурал. Плурал. Хорошо. Следующее. Mickey Mouse. Singular или plural? Как вы считаете? Правильно. Это у нас singular. Хорошо. Следующее. Avengers. Мстители. Я думаю, что это singular. Нет? Так не считаете? Правильно, ребята. Это у нас plural. Существительное по множественным частям. Хорошо. И последнее. У нас cars. Машины. Singular or plural? Как вы думаете, ребята? Yes, you're right. Молодцы, ребята. Well done. Это у нас plural. Итак, ребята. На сегодня все. Our lesson is over. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. Goodbye, guys. See you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok